Очень сильно паниковать внутри себя, мне прям сердце вырывалось из груди, и у меня первый раз накатило прям жаром дичайшим, то есть в кабинете, где мы были, работал кондиционер, было очень-очень холодно, прям очень холодно, меня накрыли какими-то там специальными штуками, и мне стало дико жарко, я думала, они включили в плюс кондиционер, я им говорю, почему так жарко, а я чувствую, что он уже начинает что-то там надрезать, и мне от этих звуков стало так плохо, что я поняла, что уже теряю сознание от этого жара, пыталась сама как-то раскрыться, подёргаться, но в итоге мне вкололи глюкозу, и меня отпустило, и вот первое ухо, мне было неприятно, ты вообще ничего, конечно, не чувствуешь, но мне было всё равно страшно, то больше было страшно, чем больно, неприятно, то, что там вот, что ты слышишь, потом запах после прижигания лазера, ну, короче, я 10 раз пожалела, что вообще эту фигню затеяла, но уже деваться было некуда, одно ухо почти доделали, я такая, блин, ну, а на втором ухе у меня уже не хватило сил паниковать, и я просто, получается, смотрела уже в окно, и считала там какие-то плитки, и говорила, что это всё сон скоро закончится, вот так я себя успокаивала, а так, блин, что-то мне вообще уже ничего не хочется делать, какие операции, я так устала от всего этого, хотя я делала две только, получается, нос и уши, но я устала от этого всего, просто так больно, спать не могу уже, больше недели нормально бесит, мне 21 год как решилась на такой шаг разъехаться тут уже не я решила, как бы, а молодой человек, поэтому блин, отношения это тяжёлая штука на самом деле, я плачу вот эти два дня, наверное, точно, без остановки, не могу себя успокоить, когда об этом идёт речь почему я делала с наркозом уши, потому что наркоз сам по себе вредный, и лучше, если есть возможность, сделать без наркоза вот и всё у меня ещё, видимо, скоро ПМС, у меня слёзы текут сами это тяжело красивый мейк спасибо, он весь размазанный чего переживать найдёшь лучше блин, я не знаю, смотря на то, сколько у нас женщин одинокие, как-то не даёт особо надежд просто найти партнёра, это одно а другое найти человека, который будет тебе реально подходить исходя из твоих шуток, приколов, да образа жизни взглядов на жизнь будете ли вы схожи с ним в духовности, в вере просто если когда да блин, я не знаю вообще, реально если это как бы первые отношения, то я не могу ещё сравнивать с предыдущими, но я вот просто сейчас не могу себе представить с каким-нибудь левым чуваком, типа с дядей Петей, там, не знаю я не понимаю, наверное, когда ты встречаешь человека, ты сразу чувствуешь, что вот это твоё а такого, такие что, они на каждом углу или что, я не знаю вот, блядь, лучше бы я, наверное, не читала свою матрицу судьбы, но не знаю нет, наверное, всё-таки правильно после операции болят уши, и вот я сейчас не понимаю, они у меня просто болят, или это повязка такая тугая после школы училась на рекламу, во время школы и после школы одновременно в колледже при университете, планировала, кстати, я же поступать потом в университет ещё на вышку ну, что-то как-то всё пошло не по плану Арина, матрица судьбы, это всё бред почему? блин, как можно оставить человека в операцию? да ничего не стрёмно, никто меня прям так не оставлял резко просто решили такое решение принять типа, красиво по-взрослому разойтись, я ещё ребёнок, я не могу по-взрослому только ты сама можешь знать, что там у тебя будет эта работа со своей душой напрямую ну, типа, каждому человеку уже хочется верить и находить какие-то ответы в жизни я это пытаюсь сделать, и в принципе, у меня что-то откликается и как бы то, что мне там прописано, это... там нет ничего плохого, я считаю это для меня, наоборот, новое испытание, которое, надеюсь, преодолею я надеюсь, преодолею а как иначе, ёпта? но когда дают подсказки, почему бы не верить в них, если это вдохновляет? да, это точно если ничего не путаю, то вроде сама недавно записывала видео да блин, я не знаю, последнее время, то есть расставание, оно не приходит сразу оно приходит спустя какое-то время и вот просто когда короче, расставание приходит не сразу а почему плачу? потому что у меня скоро ПМС и потому что наступил такой период, когда как бы уже ни развернуть, ни повернуть ни туда, ни сюда, как будто бы и вот остаётся только смириться с этой мыслью, как бы и всё о май гад, это всё ПМС это всё ПМС, это всё ПМС хватит я не знаю, это поможет или нет, типа, воду просто приложить как-то вынимала, вымывала, вымела вимела волосы от маски тяжело, я тебе сказала, что как будто бы она ещё не совсем чистая у меня но я долго прям её мыла по идее, знаете, у меня каких только мыслей вообще не было со своей жизнью я всякие варианты событий рассматриваю что-то как может сложиться но почему-то до конца я на себя не могу положить ответственность полностью возможно это временно не знаю, главное, чтобы не навсегда такое было я думала на самом деле вернуться даже в Омск такой тоже вариант рассматриваю есть, конечно, возможность остаться в Москве чтобы вы понимали, я никогда самостоятельно за квартиру не платила я всегда жила или с подругой, или с подругами, и с сестрой, и с подругой, вот с парнем и вот эти вот коммунальные платежи это всё не про меня типа я вообще это не умею делать конечно, этому можно научиться но это так тяжело наверное, кажется, первое время ну и тоже оставаться даже не то, что в квартире а в принципе в Москве как-то тоже как будто бы не хочется не знаю типа чтобы всё напоминало о май гад ну ты просто смотреть на жизнь позитивнее, вот реально никто же не умер вроде бы в Москве куча возможностей работы я это тоже понимаю но я понимаю, что или я себе придумала или я реально такой человек который не может всё это у движуху вывозить прям вот движ париж меня это так выматывает я не знаю почему конечно, было бы круто быть такой бизнес-вумен из Москвы но для этого столько нужны энергии где её взять как перезарядиться над этим тоже надо очень большую работу сделать огромнейшую я вот жду всё приём к своему стоматологу кстати скажите мне, пожалуйста какое число 15-е это какой день недели 15-е февраля о нет только нет кто-нибудь знает февраль 15-е о, слава богу без мата окей, так 10-30 у меня швы у меня 15-го числа вообще должен был быть 9-го перенесли на 15-го стоматолога у меня должна быть имплантация я её жду уже полтора года если мне в этот приём скажут ещё подождать я просто повешусь я просто повешусь уже 10 раз конечно я успела пожалеть о том что я затеяла с зубами но тоже уже метаться некуда и возможно я бы всё равно конечно их поставила но кто знал что это так всё будет долго и так это будет некрасиво всё забросила ли ты танцы я на самом деле думаю о них каждый день просто надо мне немножко отдохнуть чем я делала стрелки какой-то подводкой но ребята это не стрелки это какой-то какой-то ужас вам не нужно знать даже чем я это делала будет ещё разборка профилей я вот сегодня сделала 10 или 9 8 нет меньше 10 хотела 10 но не осилила и я думаю вообще сделать себе консультации по визуалу потому что я наконец-таки начала начну обучаться с 14 февраля хочу ещё раз на обучение изучать проходить оказывается это так всё круто интересно это всё благодаря моим знакомым которые проходили они меня вдохновили убедили и я решила тоже учиться что я говорила по поводу разбора профиля многие после прохождения курса начинают делать разборы делать консультации и так далее но я давно очень в этой теме просто я заступорилась не модернизировала дальше свои услуги никак ну а зачем и так же типа по кайфу теперь об этом жалею немного тоже решила исправлять да я буду снимать влоги кстати говоря после того как я посмотрела на себя с другой стороны я решила удалить нахрен все фотографии с инстаграма я очень много удалила и сейчас просто ценности так изменились типа просто жесть я про я про то что не зря вот тот парень мне сказал что с виду я похожа на какую-то девочку который которую типа папик все оплачивает ну в общем я до сих пор с этой мысли сижу все это анализирую и поняла что блять я не хочу я хочу что-то поменять поэтому удалила всякие тупые фотки оставила их точнее в архиве хочу попробовать изменить свой визуал это знаете не просто изменить фотки а измениться внутренне расставить свои ценности сменить образ в плане одежды прически макияжа лица я так хочу улыбаться вы бы знали мне кажется вот из-за того что я не могу этого чисто физически сделать у меня тоже от этого депрессняк немного самая темная ночь перед рассветом если тебе сложно значит скоро будет легко и намного лучше ну спасибо конечно надо правда в это верить у меня просто сейчас один негатив идет и я это чувствую меня это пугает не копайся в себе слишком ну да это тоже как бы правда правильно не надо в себе сильно копаться но я просто анализировать пытаюсь главное не заступ не стоять на одном месте а что-то делать предпринимать ой столько минусов и плюсов боже мы не говорите мне подобные вещи мне кажется я себе я себе перестала оценивать вообще недооцениваю то что я делаю я все критикую настолько что потом могу удалить это очень плохо нужно лучше это сделать и сделать в следующий раз лучше это тоже это огромный минус в матрице когда такое чувство нужно нужно заниматься состоянием. Арина, приезжай в Сочи. Мне кажется, в Сочи круто, да? Там, конечно, нет такой, наверное, движухи, как в Москве. А у кого обучение по визуалу проходить? Я буду у Буримовой, потому что там были мои девочки. Делай все постепенно и размеренно, не хватайся за все и сразу, лучше сделать что-то одно и на все сто. Конечно, да, это правильно, но когда ты должен нести за себя ответственность, как хвататься только за одно? Ну да, блин, ну вот критиковать говорят, что хорошо, но тоже меру знать. Может, Санкт-Петербург? Я тоже это рассматривала, только он меня привлекает. Почему? Потому что... Все, я на связи. Почему мне привлек Питер? Есть предложение, я еще приеду. Позвала сестру ко мне. Пишет. Питер мне почему понравился? Там хороший сервис доставки, вкусные очень рестораны, там маленькое расстояние, уютно, как будто бы город тебя обнимает, такой он добрый, хорошие люди, там тоже очень добрые, классные. Там много сотрудничества, блин, сейчас уеду в Питер, реально так, я просто так не анализировала прям полностью. Там больше людей сотрудничают брендов с блогерами. Дальше. Самое главное, это то, что там квартиры красивые и стоят более-менее. Что еще? Студии, говорила, фотостудии там очень красивые и там есть также фреш-дресс, где я могла бы работать. А минусы? Это то, что у меня в Москве стоматолог, то, что у меня, у меня, у меня что еще? Серость меня пугает, хотя в Москве вроде тоже серо, но говорят, что в Питере еще серее и там холоднее. Как бы летом-то норм, а зимой очень холодно. Вы достигли очень многого. Взгляд со стороны себя критиковать не нужно. Нужно принимать и идти вперед с позитивом, а не в гонке зачем-то. Это сто процентов. Да. Просто пока тяжело делать выводы и двигаться позитивно, но это правильный настрой. Надо к нему прийти. Движухи нет, зато есть солнце, море и горы. Много красивой природы. Думаю, тебе поможет. Сочи, мне кажется, очень круто, да. Сколько тебе нужно в месяц для комфортной жизни? На самом деле не так уж и много. Хотя я тоже сегодня делала расчеты, и я теперь каждую сумму стараюсь разделить на три части. Раньше я тратила все. Я даже не знаю, ребята. Мне важно обязательно, чтобы я могла платить за квартиру, за коммуналку, за продукты, за корм собаки и вкладывать куда-то деньги еще или откладывать. Просто ты себя растрачиваешь, и от этого нет сил. Я даже не могу сказать ни да, ни нет. Видимо, такое тоже было, потому что бы такая ситуация не произошла бы на пустом месте. Были какие-то недоговорки, разногласия, кто-то умалчивал, недосказывал, потом все это комком копится, и вот что происходит. В такие моменты как бы зависит все от двоих людей, я считаю. Если им это нужно, конечно, конечно, есть способы выхода решений. Если нет, то надо просто уметь отпустить, и все, и идти дальше с позитивом, как вы говорили. Ну, блин, как говорить легко, а делать сложно, оказывается. Я сегодня выложила влог, который снимала еще до Нового года, у меня все это время не было сил элементарно нажать на кнопку опубликовать, вы понимаете, это ужас какой-то. Говорят, ходят слухи, те, кто хочет заняться Ютубом, будут актуальны в этом году, в следующем году как раз таки влоги, потому что многим надоел какой-то такой наставнический учебный контент на Ютубе, и не хватает жизни, поэтому будут влоги опять заходить, я такое слышала. Хочу тоже поснимать влоги, да. Нравится ли мне результат операции, я еще не решила даже сама, потому что уши сейчас приплюснутые очень, и с отеком. О, как приятно. Арина, я знаю, что ты справишься со всем, что сейчас происходит, ведь в нашей жизни не просто так, обязательно, все так и есть. Знаю по себе, когда начинаешь о чем-то думать, и твоя голова такое может накрутить, что легче просто сдохнуть, я еще тот накрутчик, я такое могу накрутить, я могу накрутить, обидеться на человека, послать его у жена, ну, парня, типа. По факту, реально все ок было. Но я тоже считаю, что такие ситуации просто так не могут приходить девушкам в голову, значит, какие-то причины, доводы, мысли могли бы быть. Потому что вот у меня, когда был мальчик, когда я еще была в Омске, еще училась в моем школе, боже, такой вот мальчик был, по сравнению со всеми пацанами, просто золото. Ну, я взяла его и бросила, дура. Он был тихий, спокойный, он любил только меня, и, ну, короче, мне стало скучно, но сейчас понимаю, что надо было ценить. А мы ценим тогда, когда теряем. Вот он, с ним, мне было так спокойно, вы бы знали. Я бы никогда не подумала, что он мне изменит. Вот хочу такие отношения, уж чтобы налегке были. Если у тебя есть депрессивные мысли и загон, то лучше не ехать в Питер. Ну, вот-вот, тоже верно. Я знаю, что там много всего есть нелегального. И если я бы на это подсела, я бы не вылезла реально, в такой депрессии еще если. Видимо, я даже в соблазнах своих не уверена, но я бы не хотела, конечно, сторчаться. Как поступить? Я вот с парнем 4 года вместе, и вот в чем загадка. Не знаю, надо ли нам быть с ним. И да, и нет. Посоветуй, я ищу работу, и вот нашла в гастропабе работу, и он такой, да, иди в клуб. Ой, не знаю, должен какой-то весь общий анализ сложиться. Нельзя так говорить, как бы оценивать. Возможно, человек так... Возможно, человек на это смотрит нормально. Некоторые не могут позволить своей девушке работать в клубе. Надо вам с ним поговорить, обсудить. Как вы чувствуете, так и делаете, вот реально. Мне бы было неприятно, если бы мой парень бы мне разрешал работать в клубе, например. И ему было бы неприятно. Блин, я не знаю, как объяснить. Так, не моцарись. Короче, если бы я работала в клубе, и у меня был бы при этом парень, я бы почему-то чувствовала, что он меня не любит. Вот так. Вай, мэй, не знаю. А некоторым девушкам наоборот, как бы им норм работать в клубе, они в себе уверены, их мужчина тоже уверен, и у них нет проблем. Но это вот выбор каждого. Прямые эфиры не помогают, мне кажется, в Инстаграме набрать аудиторию. Это вот в ТикТоке, да, а тут меня смотрит чисто тот, кто на меня подписан. А как же тратить на такси? Это про что? Сколько стоит квартира в Москве? Ну, я вот на данный момент за 100 тысяч точно не осилию квартиру. Хотя нельзя так говорить, конечно, вселенная услышит. Вай, мэс, я смогу осилить. Посмотрите на ЦА, они сколько стоят. Кстати, вот каких блогеров ты сама смотришь? Мне вот интересно, пришла доставка или нет. Потому что там могли по дверь доставить. Надо салат делать, хочу кушать. Я вообще сегодня ничего не ела, кроме кашки какой-то, две ложки. Я тоже хочу составить список блогеров, которые мне нравятся. Почему? Потому что я хочу вообще-то сама проанализировать контент, который у меня сейчас по душе. И вам тоже посоветую для вдохновения. Нужно, да, нужно разговаривать всегда, озвучивать желание цели. Если вдруг вы в какой-то момент не сходите, значит продвигаться по отдельности. Вот у нас так и случилось. Такое состояние может говорить о проблемах в эдерокринной системе. Имеет смысл сходить к эндокринологу, знаю по себе. А что? Я не поняла. В смысле? Из-за депрессии это или что? Я не скажу, что у меня депрессия прям. Я пытаюсь найти какие-то выходы из своего состояния. Я не сижу дома просто пянусь в телек. Я каждый час чем-то интересным занимаюсь и нужным. Я нашла сегодня нового менеджера, который, правда, еще ничего не сделал. Ну, ладно. Я даже успела найти подработку, но еще к ней официально не подготовилась. Сегодня даже искала работу на HeadHunter. Просто анализировала, смотрела все, рассчитывала. Это очень даже интересно, конечно, но лучше бы я этим не занималась. Помню, как ты только-только приехала в Москву. Так как тебе было очень тяжело, но ты умничка справилась. Поэтому я на 1000% уверена, что ты и сейчас справишься. Спасибо. Что для тебя любовь? Как не спутать ее с привязанностью? Я не знаю. Я не знаю, что такое любовь. Мне хочется, чтобы у мужчины на первом месте стояла семья, чтобы он был семьянин. Я поняла, что этого мне не хватает. Когда я заказывала вселенной своего мужчину, я почему-то семейный, слово семейный, не упоминала никак. А сейчас понимаю, что это нужно. Привет, Женя. Что делаешь? И как не спутать любовь с привязанностью? Наверное, я тоже не могу ответить на этот вопрос, реально. Мне кажется, любовь и есть тоже привязанность. Блин, я не знаю. Вот, наверное, чтобы не перепутать, можно проверить как раз-таки способом разъехаться и посмотреть на свои чувства. Но я просто вот, я не понимаю, как это спать теперь одной. Хотя как-то же спала. Но я так боюсь темноты, что это просто ужас. А боссаться можно. Я всегда сплю с неоном. Апатичное состояние, отсутствие энергии, признаки проблем с шитовидкой об этом. Хорошо, поняла. На мне очень старая кофта, я не помню, откуда она. Любовь у каждого — это своё чувство. Я не знаю, может, на меня ещё как-то навешивали ярлыки тикток, потому что там в основном мемы. И мемы такие, знаете, негативные в плане отношений. Вот там муж дурак, жена дура, типа там... Типа-типа. В общем, насмотришься подобных видео и просто сидишь в разочаровании и думаешь, ля, я никогда, походу, не найду себе в этом мире мужика. Или... Ну, не знаю. У меня так уши чешутся, это жесть. И мне хочется их уже под шистик, но я боюсь туда лезть. Очень боюсь. Вот снизу чувствую уши, а сверху как будто не мои. Кстати, хотела бы я стать брюнеткой. Брюнетка — это кто? Прям чёрные волосы? Нет, не хотела. Я жду доставку продуктов. Мне вот интересно, мне её принести или нет. Я сегодня ёлку только убрала. А, файмы, продукты уже тут. Очень много. Так. Так, 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 так. Короче, буду сейчас себе салат готовить. Я не знаю даже, какое моё любимое блюдо. Я всё и люблю, я всё ем. Покажу, что заказала. Сейчас попробую. Где штатив-то? Люблю ли я сама готовить? Люблю. Особенно, когда есть для кого, тогда особенно с душой. Люблю. Я, кстати, не взвешивалась очень давно. Мне само интересно, сколько я вешу. Блин, а, кстати, прикиньте мне, что тут есть свет. Который не работает. Вот как жить без мужика, который как бы вот мог бы подчинить... Ой, блядь. Вот, кстати, хорошая фраза вот эта, да, для себя... Не фраза, просто сообщение хорошее, что нужно любить готовить самой для себя. Я не могу это делать для себя вот лично, красиво, инстаграмно приготовить, я не могу. Я такая думаю, да зачем им съем бутерброд с колбасой, то мы колбасу не ем, образно говоря. Сделаю что-то по-быстренькому, съем и всё. Да зачем? Кукуруза. Хочу попробовать салат, который сама в голове придумала. Это паштет, не мне, яйца, просто на завтрак. Это для салата красная фасоль, которую я не смогу открыть, похоже. Меню у меня. Йогурты греческие. Это каша пшённая, я её люблю. Ем с курагой. Мюслин. А, брокколи, который растаял. Я не знаю, сколько я ешу, но я вообще ела много, но последние два дня не очень. Я за два дня очень могу быстро скинуть вес. Но я прям ничего, если не буду есть, тогда, да. Укропчик. И тунец тоже для салата. И молоко. Мне молоко. Делаю кашу и кофе с ним. Это овсян, я думаю. Ко мне скоро приедет сестра, так что буду готовить салат. Надо искать свои плюсы. Да, я не про это, я просто давно не видела тебя. Не видно. Фуд-фуд не кушаешь. Вообще, надо следить за питанием. Последнее время я ела всё, что мне нельзя. То, что никому нельзя. Типа маюмес. Как вам такое? Не надо такое есть. Для настроения каждый день пейте витамин Д и С. Я пью. Нет настроения, не работаю. Про омегу не забывайте. Ребят, вот. Омега. Витамин Д. Витамин Е. Не помогает. Может, надо больше пить. Нельзя худеть, ребята, сидеть на диетах. Нужно просто следить за тем, что вы кладёте себе урод. Это мне себе тоже надо напоминать почаще, потому что опасно, не изучив продукт, его сразу есть. Там же столько вредных всяких добавок. Кстати, не знаю насчёт красной фасоли, насколько она полезная или вредная, но вот кукуруза, она не самая полезная вообще. Далеко не самая. Оно пахнет, как будто кто-то напупал. Почему-то. Ты всегда хочешь без буста, да. Мне даже их толком нет. Если я их покупаю, то... То чисто для фото. Ну, там какой-нибудь красивый комплект, чтобы устроить себе фотосессию, а так не ношу. Какая-то она не очень вкусная. Почему так пахнет? Страшно. Это не так красная фасоль такую не надо покупать. Вот реально как будто напукали, как вот пукают французские бульдоги. Я пью витамины, витамин D, витамин E и витамин амега. Кстати говоря, когда, я не знаю, у кого-то, может, тоже есть такая проблема, рвутся уголки рта. Просто сухие, лопаются, рвутся. И когда я пришла к стоматологу, у меня была такая проблема, и она мне взяла капсульный. Были такие капсулы с витамином E. И она мне помазала, и мне сразу все прошло. Поэтому, мне кажется, надо пить витамин E. Типа, помогает вот для кожи в какой-то степени. Или я сама придумала, я умнимедик, не знаю. Но тогда она мне сама сказала, типа, стоматолог, надо мазать витамином E. Кого промыть? Кукурузу? Я не промываю. Мне очень бы хотелось себе машину, и очень бы хотела ездить на права. Я вот эти дни, когда лежала дома, я учила билеты. Но мне тоже почему-то страшно пойти на сдачу. Я вот уже почти год не могу сходить, потому что я боюсь. Представляете? Арина, ты очень красивая девушка. Спасибо, видимо, тупая. Блин, еще у меня иногда триггерит родительские отношения. Знаю, что мой батя был лютый неудачник, и он тоже, хотя, наверное, это жестко я сказала, и он тоже был раком, и есть. Я не хочу быть как отец. О, боже. Сейчас я отец перемешиваю. Хочу его погладить немножко. Кто будет выносить мусор? Мне этого будет не хватать. О, боже, как тяжело жить одной. Но если прям так боишься, просто можно заплатить. Просто можно. Я тоже об этом думала. Как бы уже такая думаю, все, заплачу. Но сейчас, я думаю, лучше все-таки сдать самой. Потому что, начав проходить это приложение, я очень много делала ошибок. Вот реально очевидного не замечала. Поэтому все-таки стоит... Все-таки стоит мне сдать самой, попробовать, по крайней мере. И... Водить, кстати, я умею хорошо. У меня нет страха какого-то за машиной. Типа, я ориентируюсь быстро, и еду тоже не так уж и медленно. То есть страха вождения у меня нет. Тем более, я всегда считала, что если научиться в Москве водить с таким трафиком, то потом никакая дорога не будет страшна. Вот. Ну и вот, в принципе, я в первый раз села за руль сразу в Москве. Было интересно. Я углы колола где-то два года назад. И подбородок. По-моему, у меня ушло 2 миллилитра на это. У меня это уже все подроссалось. Я, кстати, задумывалась, может быть, что-то еще себе подколоть. Но себя пока останавливаю я от этого. Говорю устала, не хочу больше ничего такого делать. Главное не на механике. Я сдаю автомат. Книги по психологии читаю. Там вот такие самые банальные, которые чаще всего засмеивают. Типа не сыт. Не ной. Не ной, по-моему. Ну, хорошая книга мне. Это реально должно, точнее, принести мне пользу. Но я читаю. Мне нравится. Я извлекаю какие-то инсайды. Мне интересно такое читать. Но вот скорее не про психологию. Мне вот интересно про истории какие-то слушать. Вот это интересно. Когда личный опыт свой рассказывают. Это самое крутое. Какой-то странный помидор. Блин, вот зашла бы Алена сюда и... Сказала бы, где она. Блин, какой-то странный помидор. Почему там черные семечки? Кем вы работаете, ребят, напишите? Работаете ли вы или кем планируете? У меня же мысль учебы тоже не оставляет меня в покое в плане прям вуза. Но я вот сомневаюсь постоянно, нужно мне это или нет. Как бы учиться это круто. Но типа то, что, допустим, программа в университете не меняется десятилетиями. Стоит туда идти или нет? Или это чей-то стереотип, все это неправда? Администратор стоматологии, ювелиром. Бочь хотела дизайнером интерьера, но не умею рисовать. Так можно научиться там каждый день. Пафин тут стоит под ногами, ждет, когда ему что-то упадет. Я хочу фотографом, круто. Лучше ты попробуешь пойти в вуз, чем нет. Это тоже верно. Я повар по профессии, и мне стыдно, хочу развиваться. Хочу стыдно. Мне кажется, повара в семье, вот как женщины, как мужчины, это вообще драгоценный дар. Тем более, если повар, можно работать на себя и продавать что угодно. Там тортики печь, такие вкусняшки делать, курсы те же продавать. Хочу отучиться на моушн-дизайнера. Блин, прикольно. Я учусь на таможенное дело, даже форму шили на первом курсе сейчас. Слышала о такой профессии, я тоже интересовалась, но не пошла. Без него было бы жёсткое одиночество, а так он твой друг. Кстати, да. Пафин мой золото, мой ребёнок, мой сыночек, его любимый. Он мой самый лучший. Да, спасибо за Пафина. Я же всю жизнь мечтала вообще о собаке. То, что у меня сейчас он есть, это дорогого стоит. Кто-то же и на Бали умудряется с собакой уехать. Мне кажется, это стоит безумных денег. Тем более, в связи с карантином, может быть ситуация такая, что собачку, типа, закроют. А вы уедете. Я не знаю, что у меня есть слух. Главное выбрать вуз специальности. Всё от преподов зависит. Есть зануды, которые просто убивают интерес, а есть интересные люди. Ой, как МЧ реагируют? Ну, я не знаю, наверное, уже никак не реагируют. Но я тоже, кстати говоря, села на днях анализировать свою открытость в блоге. Я не знаю, плохо это или хорошо. В принципе, у меня не такая огромная аудитория. Но все знакомые, как бы, да, всё знают о моей личной жизни. Плохо это или хорошо? Я не понимаю пока до конца. Но я не могу себя контролировать в эти процессы, если... Блин, я не знаю. Может быть, с возрастом я перестану так делать, конечно. Буду более мудрой женщиной. Я инженер в нефтегазовой сфере. Долгое время работала в Газпроме. Сейчас преподаю студентом. Стараюсь быть незамутой преподом. Круто. Кстати, я вообще, по идее, могла бы быть хорошим учителем. У меня так написано. Или психологом, представляете? Но мне это нравится. Вы не общаетесь сейчас? Мы общаемся и хотим остаться друзьями. Вот так. Ну, всё равно, я вот не знаю. Вот вы так делали, вы в отношениях расставались, разъезжались. Мне кажется, если пара разъезжается, то это уже всё, это конец. Как бы нет пути назад. Возможно, есть случаи, что кому-то это помогло нормализовать отношения. Но если я в отношениях себя могу накрутить, а когда мужчина, например, где-то не дома, то я себя так накручу, что потом меня не переубедить. Я считаю, что так и будет. До этого я жила с сестрой и с подругой. А потом мы все с этой квартирой разъехались. Честно, мы разъезжались. Я вернулась потом, но всё равно не то. Человека не поменять. О, нет. О, нет. Ну, я считаю, люди вообще способны меняться, если они этого хотят. Независимо от возраста. Сейчас моя работа... Да, Инстаграм, реклама. Но пока сейчас её не было долгое время. Фреш-дресс. И нужно мне что-то ещё придумать, желательно. Я готовлю салатик. Надеюсь, что он получится вкусный. Мне как-то стресс, я вообще не могу есть. С одной стороны, отчасти. Я немножечко даже радуюсь, потому что я худею. Это, наверное, так тяжело одной всё это тянуть, а родители не помогают. Но только если поддержка, это тоже является очень даже круто. Но с чего бы они мне должны помогать? Они кто-то миллионеры, нет. Как бы это же моя инициатива была переехать сюда, поэтому... Тут они ответственность за меня уже не должны, в принципе, даже нести. Но было бы, конечно, приятно, чтобы у меня родители оплачивали квартиру или ещё что-то. Но это не в моём случае уж точно. Уж точно. Тем более сравните зарплаты с маленьким городом и Москвой. Но это небо и земля. Мы как разъехались окончательно. Расстались. Хотя было тяжело. Четыре года вместе были. И как потом? Я боюсь разойтись страшно, как-то жалею молодого человека. Надо, наверное, понять. Расписать все плюсы и минусы отношений. Это кто? Это соседи. Думаю, уже ли он приехал. Зачем дружить? Лучше отпустить и не следить вообще за человеком, не делать себе больно. Я вот тоже так же говорю, что мне тяжело вот так вот просто взять и стать лучшими друзьями. Ну, не лучшими друзьями, а просто друзьями. Для меня это очень тяжело. Я не понимаю, как это возможно. Мне неприятно будет. Хотя вот, блин, надо же тоже уметь отпускать и желать человеку только лучшего. Надо с этим работать. Ну, короче, мне бы первое время, наверное, было бы тяжело. А потом я буду рада за него, чтобы у него все было хорошо. О, прикиньте, прямой эфир заканчивается через две минуты. Что не столько было любовь, сколько удобный вариант для комфортной жизни. Ну, если вам так кажется, возможно, в чем-то и есть доля правды. Как бы я не могу отрицать, потому что мне очень хорошую жизнь устроил молодой человек. Я ни в чем никогда не нуждалась. И это тоже минус отношений, потому что я себя некомфортно чувствовала с какой-то внутренней стороны. Когда ты сама ничего не делаешь, не добиваешься каких-то целей, ничего, в общем, из этого хорошего не получится. Как бы тоже тут баланс должен. Одна минута осталась до конца. Заводите еще или нет? Вот если бы, знаете, у меня в Москве были родители, в квартире бы, да, хорошие жили, я бы, наверное, так не переживала. Как бы я бы поехала к маме, там так же работала, была бы блог. Но тут встречаются такие вот взрослые задачи, которые заставляют немного переживать. Ну, тоже все решаемо. Ну, конечно, было бы здорово, если бы тут была семья, это бы прям вообще было хорошо. Ладно, сейчас напишу сестре и перезайду. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова